Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Вы точно видели этот момент из российского сериала. После него возникает вопрос, стоит ли смотреть вообще русские сериалы, как уберечь себя от них и нужно ли уберегать. Узнаем сегодня это у жителей Казани. Как уберечь себя от российских сериалов? Не смотреть их? Я не знаю, я не смотрю сериалы. Я уберегаю как-то себя. Последний раз смотрел Топи, вроде все нормально. Вы что, я так их люблю, я всегда смотрю российские сериалы, мне очень нравится. А вы как думаете? Она тоже фанат. С мамой на кухне сидеть, конечно, надо. А, включите я в Левеву, маме включите я в Левеву по телеку. Ну почему? Может есть нормальные, поэтому это выбор каждого. Типа, если у вас смарт-тв, откройте ютуб и маме, короче, включите там какой-нибудь ролик Ивлеевой или стилиста какого-нибудь типа Рогов, по-моему, фамилия у него. Вот, мама будет смотреть и вместо сериалов на домашнем вот так зайдет. Ну от российских я, наверное, просто на кинопоезд не захожу, на Ивле. А почему уберечь? Не надо. Не надо, конечно. Никак. Надо их смотреть каждый вечер. Блин, я думала, будет хороший вопрос. А их нужно, их можно смотреть? Да, вообще хорошие есть. Даже я могу сказать. Кибердеревня рекомендую. Как мне кажется, сейчас в России производят много классных сериалов. Уберегать себя от них или нет, решать вам. А это был соц.вопрос с Ильей Гизатова, Олег Кульбарисова. Всем пока.